Здравствуйте, меня зовут Владислав Сухаренко, я врач общей практики. Сегодня мы с вами поговорим о том, что такое бронхиальная астма и какие ее первые симптомы даже на ранних скрытых стадиях. Бронхиальная астма относится к разряду аллергических заболеваний. И к большому сожалению, в последнее время мы, врачи, ставим все чаще и чаще этот диагноз, в том числе даже на скрытых стадиях. Прежде всего, это обусловлено повышенной аллергизацией нашего населения, урбанизацией и другими технологическими процессами. Статистика также гласит о том, что очень много людей не знает об этом диагнозе. Так что же должно насторожить человека для того, чтобы обратиться к врачу? Прежде всего, это появление необоснованной одышки, в том числе и при отсутствии физической нагрузки. Кашель, сухой чаще, надрывистый, с затрудненным выдохом и чаще всего проявляющийся в ночные часы. При крайней степени этих проявлений может наступить такое ощущение, как удушье. Это невозможность человеком осуществить полноценный глубокий вдох либо выдох. Часто бронхиальная астма может протекать по типу банального острого бронхита, либо пневмонии, особенно в период обострения респираторных заболеваний и эпидемий. В том числе бронхиальная астма сама по себе бывает не только аллергическим заболеванием, оно же способно обостряться в период этих же эпидемиологических ситуаций. Поэтому, учитывая разнообразие симптоматики бронхиальной астмы, я настоятельно рекомендую человеку с подобными симптомами обращаться к врачу, который назначит необходимое дообследование для того, чтобы поставить окончательную точку с постановкой вашего диагноза. И прежде всего, среди инструментальных обследований речь идет о спирографии. Это безболезненное исследование, которое определяет функциональные возможности вашей дыхательной системы. И только оно способно поставить точный диагноз. Всего вам доброго, будьте здоровы, до свидания.